Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уз Мэн. Сегодня пятница, работа уже закончена и мы собираемся выдвигаться из дома, дабы подготовиться к завтрашнему походу. Ну, поход, конечно, в кавычках, скорее небольшое пляжное путешествие с ночевкой. Первый раз будем с Алиской оставаться в палатке с ночевкой у моря. Блин, я этого просто дико хочу. Даже если будет дождь, ливень, гроза, я все равно хочу прям вот поставить палатку у моря и, блин, развести костер. Ай, ладно, это все на завтра. Я надеюсь, все это получится. У нас тут Кэм Уз Мэн на экране. Апрельский плейлист специально включил, чтобы мы же оставляли обычный телевизор, чтобы как бы для вот этой вот собаки, не буду называть ее имя, а то он сейчас будет сбудиться, она успокоилась немного. Вот, чтобы, короче, ей не скучно было. Оставим свет в коридоре, камеры все расставили, все, чтобы наблюдать за ней. И, знаете, я сейчас сразу вспомнил фильм «Брак 2», помните, у Салтыковой, там, типа, Ирина Салтыкова, пицца, у нее там, у нее по телеку шли ее же клипы. И Данила, типа, Бадров, Бадров, Багров, Багров у него, да, фамилия была? Он такой, типа, а что ты себя смотришь, типа, ну, типа, клево же, там, я любуюсь собой. Ну, вы могли подумать, что мы тоже так же, да нет, на самом деле нет, мы просто для вот этой вот собаки оставили, все, уходим, уходим быстро. Не хочешь, практически. Не хочешь. Начнем вечером. Не хочешь. Мы так и не сделали еще щит, так что у нас вот такая вот изгородь. Как Саша говорит, мы муковолок. Ага. Эй. Нет, не обращай в него. А что вот она соскочила? Да. Прыщ. А ну на место. Ребята, мы едем на закат, на солнце, прям солнце светит в глаза. А нам куда, прямо? Нам прямо. Блин. Окей. Вот. Едем мы в Новую Адыгею, едем к Жене. Вы уже прекрасно поняли, наверное, за нашу продолжительную YouTube-карьеру, деятельность, что у нас самые лучшие, самые отзывчивые подписчики среди всех каналов YouTube. Это стопудово. Потому что на любой наш призыв помочь, вы просто бросаете все и готовы сделать добро. Вот. Так и Евгении, который был, между прочим, на концерте, потом встречали в Ашане. И вот он нам написал, что может предоставить нам палатку, два спальника и две, короче, типа йога-матрасика под спальники. Забазариваюсь. И мы, собственно говоря, едем сейчас туда, забираем все это дело и едем в Икею, потому что нужно немножко прикупить. Там, как минимум, мне нужны крона-батарейки. Одна. Только батарейку надо. По идее, да, по идее, только батарейка. Да нет, можно сразу несколько купить. Конечно. Специально для микрофона, если бы я не понял. Вчера в табрисе я видел за 480 рублей энергайзер крону, и я такой подумал, идите в жопу. В Икею за 99 рублей. Да? Да. Она 99 раз? По-моему, крона подороже. А может и 99? Не помню. Ну, в любом случае, блин. Ну, 120 рублей. Да, ну, меньше 200-100 процентов. Короче, погода-то классная на улице, классная. Был дождь, а потом солнце. Прекрасно. Да. Ребята, мы приехали. Тут так достаточно забавно. Это, это типа новая Дегея считается, да? Да, да, да. Еще тут гуси. Только что гоготали. Дегея прикольные. Ну, они чисто гогочут над нами, походу. Типа, что это вы такие здесь приехали? Смотрите, какой дворик прикольный. Он такой какой-то аккуратненький такой, свойский. Как из детства. Ну, типа того, да. А, привет. Привет. Круто. Мы увидимся уже третий раз. Да, я не знаю, с какими подписчиками мы виделись аж по три раза. Так, что, да все пишется? Ты проверяющийся. Что, мы это, поднимемся за... А, надо подниматься не высоко на первом этаже. Тихо у вас тут, прикольно. А мы снимаем здесь. Ага. Заходите. Так, вот он. Привет, привет. Это Юля. Привет, привет. Ну, мы увиделись. Да. Так, ребят, ну смотрите. Во-первых, вам рюкзак нужен? Да, наверное, нет. Мы же все в тачку. И с тачки тут же на месте все соберем. Это каремат, здесь два. Как он называется? Каремат. О, мы все думаем, что такое. Ты не можем запомнить. Это каремат, это, наверное, понадобится. Они пожестче и на них удобно сидеть. А, о. Если... Или у вас есть эти, на чем сидеть. Там стульчики такое. Ну, понятно. Так что берите, ну реально понадобится. Ну, настолько спонтанно все это решили, что... Это, короче, два спальника. Ага. Они очень теплые, так что смотрите, сильно не одевайтесь. Вы когда спать будете. Все понятно. И палатка. Я посмотрел... И палатка, и меньше спальника. Да. Палатка, как бы все здесь на месте. Круто. Спасибо вам огромнейшее. Я надеюсь, вообще у нас завтра получится. Если там погода не подведет. Ну, в палатке там... Как он правильно называется? Тент, типа. Тент, да. То есть под дождем. Он водонепроницаемый, если что. Ну, нормальная там защита. Так что, если вдруг дождь будет... Ну да, спать, как очень жарко спать. Поэтому в них можно и в дождь спать. Ничего не промокнет. Круто. Спасибо большое. Все, поэтому... Я даже не понимаю, как мы так решили поехать? Ну, не знаю. Покажите потом, куда съездили. Мы, если что, туда тоже съездим. А сейчас, наверное, прикольно у моря просыпаться. Ну, вот... Я прям так хочу это прочувствовать. Реально. Перед сном там у моря посидеть. Там костерчик развести. Палатка, чтобы прям вот открыл. Тут еще волны. Ну, не так, конечно, близко. Ееее. Икеяушка. Читались и холодно. Вообще мерзлячка пипец. Какое море она собралась, я не знаю. Такую погоду. Ну, я уж надеюсь. Иначе я тебя не возьму с тобой. Слушай, с гороши-то будет вообще тепло. Да, я буду только с гороши спать. Блин, здесь банкомат не принимает деньги. Фак. Ладно. Ну, где-нибудь, да, нам нужно деньги положить, чтобы наконец-то уже купить... Точнее, снять... Снять квартиру. Снять квартиру на две недели. Там, куда мы едем. В Европу, в общем. В Европе прям снять квартиру. Ладно, охранник прячемся, прячемся. Плячемся. Ну, внутри жду Алиску. Первым делом она сюда ходит. Тузик. Вот. Куда бы мы ни шли, откуда бы мы ни выходили, Алиса всегда посещает Тузик, и потом мы уже идем. Ну, маленький мочевой пузырь, видимо. Не знаю, я могу терпеть, наверное, целый день. Что, кстати, вредно. Но могу, могу. Все? Опустошила свой пузырек. Ненадолго. Я рассказал о твоей проблеме. Что у меня маленький мочевой пузырь. Вот, Алиса. Я просто хотел, чтобы ты сама это сказала. Чтобы это не было как обзывательство. Две? Да, две бери. Две бери. Две бери. Две бери. Я же тебе говорила. Шикарно. Чего-то хочешь туда сходить, в свой отдел любимый? Вот у него на счет. Две бери. Блин, офигеть. Против пятиста. Ну, вообще. Не, ну, там, может, конечно, объем другой, но, блин, клал я на этот объем. А если бы сейчас, то это, сломало бы. Нет. Сегодня все просто. Две батарейки еще. Вообще. Все, ребята, свежайшая батарейка в микрофоне. Правда, вам, наверное, вообще как бы разница там. Холодно, не жарко. Судя, звук не ухудшается, когда батарейка садится? Я не заметил вообще. Я тоже думал, причем она иногда сначала говорит... Сначала вообще зеленая, это типа круто заряжена. Потом каким-то оранжевым светится, а потом красным совсем. А потом вообще не должна не включаться, по идее. Я думал, уже когда красным, уже все. Она не будет там работать, либо очень плохо. Ладно, охрана. Я же говорю, мы по-полному готовимся к завтрашней поездке. Она лист помидору выбирает. Лаваш взяли. Груто еще выбирать. Да, помидоры какие-то дренные, честно говоря. 84 рубля их еще стоят. Вот. Нам еще нужны апельсины, которые здесь тоже оказались дренными, еще и дорогими. Поэтому, возможно, поедем в Ленду. Вот. Короче, у нас очень кипишной день, и мы еще должны в Царевую пироги к Игорю успеть заехать за пирогами. Мы заказали вкуснейшие пироги и на себя, и на Витю. Ребята, у нас уже включается режим неуспевашечек. Мы не успеваем к Игорю. До закрытия осталось минут 50. Алиса опять отправляется в туалет. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Welcome! Чё-то не ахти, так немного-то купили. Peace! Уже знакомая тропинка. Идем в табрис закупать 6 банок камбучи. Да 4! 6 банок камбучи, говорю. 4. Ай, не слушает меня женщина, а? 6 банок камбучи, говорят. Что ты? А вдруг сейчас будет очень ядной? Одна зеленая чай осталась. О! Вот 4 бутылки осталось, их все забираем. 2 с имбирем. Блин, не хочу я с имбирем. Давай возьмем? Мы можем в другой табриску нибудь еще заехать, попытаться. И пришлось поставить под знаком, к сожалению. Бегу в карму. Здравствуйте. Ребята, мы обломались сосисками. Блин, пришлось брать колбасу. Вообще ничего нету из того, что мы хотели. Были сосиски какие-то новые. Они нормальные, но они только пришли, и их нельзя купить. То есть они стоят на витрине. Вот в этом, блин, очередной косяк. Нафига вы выкладываете? Ну, может, правда, хранить негде, поэтому выкладывают сразу в холодильник на витрину. Ну, блин, кладите куда-то назад туда, чтобы это не было видно покупателю. Потому что мы хотим купить, а мы не можем, потому что это не пробит еще в базу какую-то. В итоге взяли какую-то колбасу, ну, будем ее резать и как-то кусочками на решетку выкладывать и жарить. Вот Алиска уже бежит. Я просто здесь караулил машину, мы под знаком стоим. Кто там? Я не смотрела, я просто взяла. Тетя какая-то. Любовь? Аксену. Тетя такая, не знаю. Тетя. Мы приехали к царевым пирогам, к Игорю. Игорь должен был подъехать, либо подъехал уже, либо не подъехал, либо мы первее. Не знаю. В общем, я предлагаю это бежать да покупать, пока еще как бы работают, по идее. Ну, конечно, да, давай. Ага, пойдем. Все, давай. Че? Ну, едет он, пойдем в машину ждать. Можешь, конечно, постучаться, но я думаю... А че тут на улице не постоять? У нее холодно. Да блин, слушайте, вот этот мерзлячка меня сегодня вообще что-то начинает злить просто. Посмотрите на меня, посмотрите на нее. Я закрыл тачку, как ты попадешь? А как ты в нее попадешь? Посмотрите на меня. У вас в шортах просто, в футболочке, мне так по кайфу. И девочка вон в джинсах. А че ты садишься на мое место вообще? Пока. Ну, блин. Что за человек, а? Что за человек? Приходится посидеть, знай, где-то. Ладно, ждем. Вот так вот, ребят, запоминайте, кто краснодарцы. Вкусно. Советуем прям от души. Еще и свои люди делают. Да, кофе. Кстати, кофе тоже вкусно, уже говорили. Ладно, кидаем в тачку и ждем Игоря все-таки. Я думаю, что ждем. Поболтаем немножко, хотя пару слов перекинемся. Короче, мы дождались Игоря. Ту-дун, вон. 55-й. Я же говорю, 55-й это сила. Вот смотрите, как они друг другу дышат просто в лицо. Вот, пятерочки, волшебные пятерочки. И мы говорим, мы сейчас с Калининским родителем дальше едем. Игоря такой, стопэ. Пошел в магазин, хотя закрыт. Кстати, работают до 9, несмотря на то, что вывеска до 8. Это старая вывеска, ее поменяют. Мы тоже такие удивились, что до 8. А мы уже приехали в 8.50. Да. В 6.57, что-то такое. Практически в 9. Вот, ладно, ждем Игоря. Смотри, что быстро. Ребят, как вы думаете, если я пилю по Грарной? У меня с Машей что-то получше или нет? А, как? Возможно. Возможно. Слушай, у меня вопрос возник. Если ты перейдешь в Грарную, что будет? Если я перейду в Грарную, у меня Машей получится. Из Омска, если так переведешься. У меня вопрос возник. А пай или пирог, родители, хотя? Что думаешь? Ну, давай пирог. Пирог? А пирог вишневый или заварным пиром? Да без разницы. Не, ну я не знаю, какой. Заварной крем к кокосу или вишневый? Е-мое. Я с такими вопросами. Давай, короче, вот так вот сделаем. Ой, не поцарапать, главная машина. Да, не страшно. Омскую. Не, Омскую. Омскую. Я уже... Короче, вот с вишней, а вот с заварным пиром. То есть, офигенно, прям прикольно. Ну, давай зерно сделаем. Ну, он прикольный, реально. А как, где? Как вот типа эти эклеры? Нет, там говно. Нет, ну в смысле, такое же примерно. Не, 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 не. Я помню, что ты говорила, что не очень вкусно. А, в смысле, ну где тут магазинах, да, покупаешь? Нет, там вообще тряги. Я вообще не могу их есть. Вообще. Я в детстве их ела в основном. Тебе нравилось? Ну, в детстве было вкусно. Ну, может быть. Я не знаю, мне прям не очень нравится. Где я нефтезавод? Так, закину. Вообще просто стопочка. Да. Стопочка Царевых. Там рядом офис. А, нефтезавод. Да-да-да, центральный офис. Да-да-да. Ну, а что есть? Спасибо, Лид. От родителей это листами. От нас. Да, которые еще не в курсе. Еще, я сейчас подгон. Зато мы так поздно приедем. Это их с подгоном. Да, они не с пустыми руками. О, ну ладно, окей, заходите. Да-да-да, мы с водой не будем. Ну, ладно, раз вы принесли, тогда хорошо. Как уж и быть. Мы вас встретим. Чай наливай. Ну, уже у Авроры. Фонтаны поют, это клево. Значит, все круто в Краснодаре. Машину бросили. На парковке даже удалось поставить. Все, идем камбучу искать. Надеюсь, что есть. Иван, чай. Давай классическую. Классическая, это прикольно было. Классическая. Вот, классическая. Все. Приехали к Алискиным родителям. Здесь темень такая. Блин, хотел вам показать. Тут тачка стоит. Одинокая. Одинокая тачка во дворе у качка. Привет. Привет. У нас последний рывок. Все, мы едем в ленту покупать картошку, апельсины и воду питьевую. Сейчас мы заезжали, взяли дровишек, потому что чертова знает, что там на пляже будет, не будет. Ну, вот такие даже дровишки. Разные, короче. Решетку для того, чтобы запекать что-то. Да, колбасу. Да, колбасу и картошку, может быть, все-таки. Потому что, да, сосисок уже не было. Да, я рассказал уже всю эту историю. Всю эту историю я уже рассказал, это уже неактуально. Поехали. С Виталием вот не получается, встретиться уже поздно очень. Мы домой и все. Неугомонный Кэм Виз Мэн 22.46. Мы приехали к Ленте и идем закупаться. Короче, все, мы вас с собой уже туда не берем, потому что нам нужно все по срочнику сделать и домой, домой. Вообще уже спать охота. Вообще. Реально, глаза осыпятся. Да потому что, блин, мы не высыпаемся в последнее время вообще по 6 часов спим. 5-6 часов. Это мало, это мало. Это в идеале. Это вудиален. Бывает и по 2 часа, я сплю. Это вудиален у нас будет постоянно. Наш мохнатый вудиален. Ну что, ребят, без 15-ти час ночи мы укомплектовали машину. Я поменял колесо, можно сказать, в кавычках поменял колесо заднее, у нас оно спускало. Пару дней назад я это обнаружил. И что-то... Слегка спускал. Да, увидел саморез, подкачал, надо было ехать срочно за Алиской, поехал, потом забыл уже об этом. И сейчас вот буквально мы все, багажник весь заложили, а домкрат-то внизу там с запаской лежит. Да, под всем. Все вытащил, обратно вытащил запаску. В колесе 2 самореза оказалось. Оба вытащил, все залатал, проверил все давление. Короче, мы готовы. Мы готовы ехать. Ну главное, что у нас есть насосы, есть эти штуки. Жгутиков уже нет. Ну надо купить, да, все, я оба... Вообще, по всей? Да, 2 жгутика запилил. Но они на каждой заправке продаются, поэтому вообще не проблема. Ну да, кстати, можно жгутики покупать, потому что клей и вот это вот шел это... Да, и клей еще достаточно, в принципе. Все, ребят, увидимся с вами завтра. Завтра у нас будет прямо чух, поездка новая такая, прикольная, надеюсь, все будет классно. Палатка, море, пляж. Еще было бы прям тепло. Меня, честно говоря, вообще пугает погода. Мне кажется, я вообще там настолько отмерзну, что я пойду в машину спать. В машину греться, может быть. Ребят, кстати, можете написать свои поздравления, если хотите нас вдруг с этим поздравить. Но у нас с вчерашнего дня появилась галочка на канале. Мы получили... Просто офигная, сколько времени. Я просто вспомнил об этом, написал опять службу поддержки. Они такие, а, да, окей, в чуху, начинь. Ну где-то дней через 5, да, наверное? 2 или 3, где-то так, да. 2-3 дня и галочка появилась. Так что мы теперь прям с галочкой, которая ничего не дает. У нас есть кнопка, которая очень много чего дает. Потому что она нас радует и дает мотивацию. Вперед! И с песней. Все, до завтра. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok